Библейский портал экзегет.ру представляет Израильтяне находятся в плену, в изгнании, в Вавилонии 14 лет назад разрушенный Иерусалим, отмечает Иезекииль В начале этого своего видения Потом его переносит до Господень на землю, где будет стоять новый храм Описывает очень подробно этот храм, какие-то правила с ним связаны В основном эти правила про разделение между священным и обычным И в конце 47 главы появляется разговор о разделении земли Вот разные племена, разные колена, как иногда их называют израильтяны Они должны получить свои наделы То есть это не просто территория, это родовое Это то, что связано с этим племенем, коленом, с его жизнью неотъемлемым образом В 48 главе он начинает перечислять В 47 обрисованы общие контуры А в 48 начинает перечислять конкретные полосы И выглядит это все тоже идеально Никогда так не делилась земля Это вообще нереально поделить землю на какие-то геометрически правильные фигуры И населить их, каждую фигуру, вот людьми одного какого-то рода племени Но так описывает языки Иль Его святая земля Это полоски, которые тянутся с востока на запад И, соответственно, с севера на юг идут подряд Вот перечень племен На севере от Хитлона до Хамата, Хацара и Нана Что на севере граничит с Дамаском, вблизи от владений Хамата Все это от востока и до моря один удел для Дана Ну вот, поскольку граница, то перечислены ключевые пункты Но это более-менее вот там, где сегодня проходит граница Израиля с Ливаном Голландские высоты туда же как-то включаются Южнее границы Дана от востока и до моря, моря средиземного Еще один удел для Осира Южнее границы Осира от востока и до моря Еще один удел для Нефалима Южнее границы Нефалима от востока и до моря Еще один удел для Моносии Южнее границы Моносии от востока и до моря Еще один удел для Ефрема Южнее границы Ефрема от востока и до моря Еще один удел для Рувима Южнее границы Рувима от востока и до моря Еще один удел для Иуды А вот Иуда, здесь у нас получается, что Дан, Осир, Нефалим, Моносея, Ефрем, Рувима, 6 Иуда, 6 колен отсчитали, половину из 12, и особая полоса земли, южнее границы Иуды, от востока и до моря, особый участок, шириной 25 тысяч локтей, такой же длины, как и прочие уделы, от востока и до моря. Он уже был описан, кстати, в одной из предыдущих глав. Посреди него будет святилище. Участок, который вы посвятите Господу, будет длиной 25 тысяч локтей, шириной в 10 тысяч локтей. Ну вот, этот участок, я напомню, уже мы читали в прошлых главах, должен быть населен как раз священниками и левитами, это их такое особое место, где они просто должны жить. Вот для чего этот священный участок. Священникам будут принадлежать 25 тысяч локтей на севере, 10 тысяч в ширину на западе и 10 тысяч в ширину на востоке, и 25 тысяч на юге, а в середине будет Господне святилище. Эта земля для служащих священников из потомков Цадока, которые хранили верность мне, даже когда сына Израилева блуждали вдали от меня, ну то есть поклонялись языческим богам, а с ними и левиты. Им будет принадлежать главный участок земли, самый священный, граничащий с левитами. Вот тут тоже такое концентрическое представление о географии, вот священная, самая священная в центре, а вокруг все менее и менее. Левиты получат свой участок рядом со священниками, 25 тысяч локтей в длину и 10 тысяч в ширину, общая длина будет 25 тысяч локтей, а ширина 10 тысяч. Нельзя ни продавать, ни обменивать эту землю, никак не должна попадать она в другие руки, это лучший участок святыни Господня. Остальная земля, 5 тысяч локтей в ширину и 25 тысяч локтей в длину, не священна. Она для жилища пастбищ, в центре ее будет город. Одновременно здесь очень четко делятся святилище и город, хотя на самом деле Иерусалимский храм в городе всегда был, и сегодня западная стена его, то есть стена плача на территории Иерусалима. Но Иезекииль разводит в его идеальной географии, идеальной, которая не связана напрямую с реалиями. Город это обычное, храм это священное, вот между ними очень четкая граница. Политическая, культурная, экономическая жизнь народа это одно, его религиозная, духовная жизнь это другое. Это рядом, это по соседству, но это разное. Вот его размеры. Северная сторона 4500 локтей, напомню, локоть это около полуметра, в светилище немного больше, в светилище свои локти. Значит 4500 это, соответственно, где-то 2 с небольшим километром. Южная сторона 4500, восточная сторона 4500 и западная сторона 4500. Вот у него все квадратная, такая идеальная фигура, ориентированная по концам света. Перед городом пастбище. К северу 250 локтей, к востоку 250, к югу 250 и к западу 250. От этого дела остается вдоль священного участка 10 тысяч локтей к востоку и 10 тысяч к западу, чтобы обеспечить продовольствием всех работающих в городе. А в городе будут работники из всех племен Израиля, они будут ее обрабатывать. Весь этот участок будет квадратным, 25 тысяч локтей на 25 тысяч, священный участок и городские владения. То есть все вместе, центральная территория, так подробно расписанная, она тоже идеальный квадрат. Что останется по ту и другую сторону от священного участка и городских владений, то для правителя. Понятно, что вот эти полоски, они идут от восточной границы до западной Средиземной моря, этот участок в центре, а тут еще по обеим сторонам что-то. И это такой как бы остаток правителя, его языки не называют царем, хотя мы бы назвали, но потому что подлинный царь Израиль – это Господь. Полоса шириной 25 тысяч локтей вплоть до восточного рубежа на запад, 25 тысяч вплоть до западного рубежа – это удел правителя, как прочие уделы, а священный участок и городские владения посреди него. Так что владения левитов и городские владения будут находиться посреди удела правителя, а сам его удел между границами уделов Иуды и Вениамина. У правителя свой удел, он не должен ни у кого ничего забирать, вот у него есть своя земля, пусть доходами с нее и довольствуется. Очень такой хороший принцип. Ну, шесть племен к северу, а значит к югу еще шесть. Теперь об остальных племенах. Южнее от востока и до моря еще один удел для Вениамина. Южнее границы Вениамина от востока и до моря еще один удел для Симеона. Южнее границы Симеона от востока и до моря еще один удел для Иссахара. Южнее границы Иссахара от востока и до моря еще один удел для Завулона. Южнее границы Завулона от востока и до моря еще один удел для Гада. Граница Гада будет южным рубежом от Тамара до Меревод Кадеша А затем по сухому руслу до Великого моря Это граница с Египтом Вот земля, которую вы поделите на уделы между племенами И вот как вы распределите их владение Пророчество Владыки Господа Идеальная география Ничего подобного никогда не было и, скорее всего, не будет Но Эзекииль описывает будущее, к которому можно стремиться Он не предлагает некий конкретный проект национального возрождения Он говорит, что в Израиле есть будущее, и вот его идеал И это то, чем можно жить в изгнании, в плену И напомню, что он начинал описание этого будущего города со стены ворот Потому что стены — это граница, ворота и пороги, способ их преодолеть И он заканчивает описание этого славного будущего воротами Выходы из города будут такие На северной стороне длиной в 4500 локтей будут ворота, называемые по именам племен Израиля На северной стороне трое ворот Одни ворота Рувима, еще одни ворота Иуда, еще одни ворота Левия На восточной стороне длиной в 4500 локтей будут трое ворот Одни ворота Иосифа, одни ворота Вениамина и одни ворота Дана На южной стороне длиной в 4500 локтей будет трое ворот Одни ворота Симеона, еще одни ворота Иссахара, еще одни ворота Завулона На западной стороне длиной 4500 локтей будет трое ворот Одни ворота Гада, еще одни ворота Осира, еще одни ворота Нефалима Всего по периметру 18 тысяч локтей Границы и ворота Вот этот город, он не такой священный, как святилище, естественно Но в нем тоже что-то особое Это общий центр этого будущего народа В него ведет 12 ворот, и у каждых ворот свое название Каждый из израильских родов, из племен причастен этому городу Каждый входит своими воротами Вот какой-то очень важный принцип Что путей к центру, как и путей к Богу, их очень много У каждого свой, и каждый ценен одновременно Хотя племена, эти самые, и колена были очень разными Они враждовали часто Некоторые вообще к тому моменту фактически были стерты с лица земли Северные практически все были выселены осирийцами далеко И так и не вернутся В общем-то колено Иуды и почти растворившееся в нем колено Вениамина Это главное, что осталось А тут их всех 12, да То есть что было, что есть, что будет Вот такой принцип полноты и равенства Вот весь народ собирается вместе Пусть даже этого народу уже фактически нет Как чего-то единого и очень сложно устроенного А имя города с той поры там Господь Иерусалим, он даже теряет свое имя в этой идее Иезекииле Он становится чем-то совершенно другим Он становится городом, в котором пребывает Господь И люди, которые живут там, которые живут в его окрестностях Собственно, живут с Богом в одном городе Хотя святилище вроде бы отдельно Вот оказывается, что даже географически можно разделить, развести Но по смыслу эта повседневная жизнь оказывается настолько же вовлеченной В опыт отношений с Богом, в его служение, служение ему Что граница достаточно условна Что город это тоже святилище Просто какого-то совершенно особого своего рода На этом заканчивается книга пророка Иезекииля Пророка, который вдалеке от Иерусалима до его разрушения Накануне разрушения и после его разрушения Сказал самое главное, что слава Господне может явиться где угодно Что не нужно привязываться к какой-то одной территории И который, тем не менее, в завершение своей книги Не просто привязался к этой территории А рассказал о ее идеальном будущем Рассказал о том, как она может наконец исполнить Вот то предназначение, для которого когда-то Господь Именно эту территорию и избрал Можно без нее, но это без нее обернется как раз Чем-то самым главным, самым важным Послужит ее идеальному будущему Вот об этом книга пророка Иезекииля Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok